Расскажите, пожалуйста, о том, что такое проект ФРИДА. ФРИДА – это медицинская гуманитарная миссия. Она составляет из себя медиков, врачей со всего мира, которые с начала войны приезжают в Украину и спасают украинцев. Сегодня мы находимся в Херсоне. Это, в принципе, единственный день в неделю, где мы не функционируем. Это пятница, потому что в Израиле пятница – это шаббат. Но любое проявление спасения людей, оно всегда отменяет все заповеди и все праздники, которые есть. Так что сегодня, в пятницу, заходят в Израиле в шаббат, мы здесь. Мы очень рады здесь сегодня быть. Мы приехали с медицинской миссией раздать медикаменты. Мы приехали с врачами гуманитарного проекта миссии. Мы принимаем совместно с украинскими врачами в больнице городской Херсон. Оказываем амбулаторный прием. Мы привезли с собой несколько тонн медицинских препаратов. Около 15 тонн гуманитарных таких китов, которые в них есть питание на неделю и раздаем каждой семье. Так что сегодня добавилась еще одна точка на карте, как и Донбасс, как и Харьков, и Чернигов. На карте нашего сотрудничества, которое построено, в принципе, на дружбе между странами, между врачами. Это Фрида, это, в принципе, коллаборация врачей, сотрудничество Израиля и Украины. Мы рады сегодня быть здесь. Это только начало, скажем так, нашей коллаборации с городом. Мы вчера встретились с губернатором города, Вячеславом, где обсудили точки сотрудничества, которые мы можем, как Израиль, поддержать. Это повышение квалификации, обучение врачей. Приезд сюда израильских врачей, принять врачей на обучение в Израиле, повышение квалификации. На данный момент, скажем так, запланированы несколько уже месяцев ближайшей такой интенсивной работы. Так что мы рады быть счастью этого невероятного важного дня для Украины, ну и вообще для истории. А сколько, пожалуйста, врачи, которые здесь сейчас принимают, вот как они оценивают ситуацию? Сколько людей нуждаются в помощи? Я понимаю, что у вас нет статистики, да? Но как много людей нуждаются в медицинской помощи после того, что они пережили? Какие у них проблемы? Смотрите, так мы с нашей медицинской миссией приезжаем именно в деокупированные территории. И мы встречаем там вот эти более слабые слои населения, более льготные слои населения, те люди, которые остались позади. Это люди, которые иногда не видели врачей уже несколько месяцев с начала оккупации, иногда еще ранее того. Поэтому все нуждаются в медицинской помощи. Мы принимаем, каждый подобный визит мы принимаем от 900 до 2000 пациентов, осматриваем с нашей командой. И, как сказал Роман, это как бы еще одна точка на карте. Мы уже, в принципе, покрыли всю Украину с начала военных действий. А скажите, пожалуйста, психологические травмы присутствуют или нет? Вот все-таки пережитое, трудно себе представить. Такое количество времени в оккупации, наверное, в очень тяжелом эмоциональном состоянии. Я вам скажу, Инна, люди в шоке, но как-то в Украине вообще в данной ситуации, потому что военные действия продолжаются, психологическая часть идет на второй план. В принципе, более приоритетно это оказать необходимую и ургентную медицинскую помощь. Также люди, которые остались без постоянных медикаментов, без обследования постоянного. Так в первом числе это обеспокоиться о здоровье и второстепенно уже психологическая травма, которая как и у каждой из них, так и у всей страны. Роман, скажите, пожалуйста, и лично вы были в каких-то разах? И что поразило вас больше всего, учитывая, что происходит в Украине, наверное, это самая масштабная война на последние годы? Наша медицинская делегация прибыла, в принципе, в первые дни войны уже в Украину. Наша миссия началась с 29 февраля. В принципе, наши волонтеры и врачи, можно сказать, имеют полное покрытие по всей Украине. Это Запорожье, это Чернигов, это Херсон, Харьков. Ну и, в принципе, все города, которые находятся в пограничных и в таких горячих точках. Безусловно, в принципе, каждый город имеет свою какую-то особенность. И впечатления они, конечно, охватывают с какой-то и надеждой и печалью, потому что даже Израиль, страна, которая воюет и находится в постоянном таком пермаментном состоянии войны, я могу сказать с полной уверенностью и без какого-то сомнения не видела такого, скажем, формата войны. Это, безусловно, какая-то такая современная агрессия, современные задачи новые, которые есть, которые до этого не столкнулась даже наша страна Израиль. Так что, безусловно, если мы говорим о каком-то таком впечатлении, которое лично меня, это, конечно, буча. Это агрессия, бессмысленное зло, которое происходило рядом с любимым городом Киевом, который для меня очень любимый город. Если взять какой-то такой город, который больше всего ассоциируется с какой-то такой трагическим моментом, это буча. Скажите, пожалуйста, а ваши самые яркие впечатления из того, что вы увидели, какие? Честно говоря, мы были с Романом и с нашей командой, довольно-таки большой командой, буквально три недели назад в Харьковской области, буквально несколько километров от фронтовой, и видели те села, те города, которые вот только что, только что отступили от них орки, и нас приняли вот с таким, со слезами в глазах просто. И это, может, потому что это самое свежее, конечно, буча, Ирпень, везде, где мы уже были, также произвело впечатление, но вот этот вот момент в Харьковской области меня просто очень тронул. Ну, из положительных впечатлений, конечно, когда мы заезжали сегодня в Херсон, стоят дети, которые встречают нас флажками и просто радуются, и со слезами на глазах, просто обнимают. Мы остановились со всей бригады, поделились эмоциями, жвачками, поделились какими-то всем то, что могли. Это, конечно, оставляет какое-то из самых положительных таких впечатлений, что когда тебя встречают с аплодисментами, когда ты въезжаешь и с флажками дети, это круто. Можно сказать, что это прям мечта Путина сбылась для нас, что нас встречают дети на въезде в Херсон, как освободители. Кстати, о Путине. А вот скажите, пожалуйста, Израиль, страна, которая очень много знает о Холокосте, вы хотя бы раз видели здесь фашистов, неонацистов и людей, которые проявляют какой-то негатив по отношению, например, к евреям? Я нет. Я вам хочу сказать, мы приезжаем в любую новую окрестность в ромежилетах с флажком Израиля. И та любовь, и то благодарство, которое я ощущаю на себе, ну, это даже смешно ответит на ваш вопрос. С Марком в Украине уже 15 лет занимаемся медицинской деятельностью, представляем израильскую медицину и представляем центральный госпиталь Израиля, больница имени Ихилова. На протяжении 15 лет мы работали от Тернополя до Ивана Франкова с врачами со Львова. Они приезжают к нам, мы приезжаем к ним. Из этого, по крайней мере, никакой, скажем так, даже микроскопического какого-то негативного элемента дискомфорта, или, я уже не говорю, какого-то связана с нацизмом, с фашизмом, с евреевством, мы это не чувствуем. Весь Израиль понимает, весь мир понимает, что предлог или причины этой войны, они абсолютно бессмысленные, они никак не связаны с какой-то логикой, рационалом. Мы очень рады представлять Израиль здесь и представлять израильский флаг, потому что, в принципе, за нами стоит большая страна, большой народ, великодушный, с большим сердцем. И мы рады, что страна выбрала, Израиль выбрала ту сторону стоять, где поддерживает Украину во всех ее сегодняшних непростых времен. Спасибо, что вы делаете, и я надеюсь, мы с вами увидимся. Спасибо вам. Спасибо.